Здравствуйте, друзья! Мы сегодня первый раз пока что в аэропорту Сан-Франциско. Нам еще второй предстоит. Но вот прибыл к нам молодой человек. Ну, представляйтесь. Ну, меня зовут Артем. Очень приятно. Что еще? 17 лет, правда? Да, мне 17 лет. Ну, скоро 18. Школу-то закончили? Школу, конечно, закончила. А работать приходилось? Приходилось. А что делали? Работал тревел-агентом, работал в ресторане, много где работал. Так в Америке как давно? Полгода. Всего? Всего лишь. А, так а приехали откуда? Из Нью-Йорка. Нет, ну, в Нью-Йорк тогда откуда? Из Нью-Йорка я приехал из Чешской Републики. Какой? Из Чехии. Из Чехии? Да. Боже, а до Чехии вы где жили? В Украине. Ну, где? Крым. Ой, то есть вы такой сложной подчиненности. Ну, да. Так, гражданское у вас какое? Ну, украинское. Чешское есть гражданское? Нет. Но ведь на жительство было у вас в Чехии. Да, да, конечно. Ну, теперь, значит, ждем американского. Конечно. А как вы в Америку попали? Грин-карт. Как практически все, да. Нет, ну, есть трассные. Ну, нет, нет, понятное дело. Так, а про нас-то вы откуда знаете? От вас я знаю из интернета. Ну, и непосредственно от мамы я услышал. Так мама, небось. Молоденькая совсем мама. Да, да, конечно. Так а что мама не приехала? Ну, она сначала дорога молодая. А так она говорит, вот давай, говорит, выучишься? Да. Если все пойдет хорошо, тогда она и приедет. Так, Наташа, у нас есть Наталья рядом с нами. Станька вот здесь, с этой стороны, а я на тебя отверну вторую камеру. Стой, стой. У меня вторая тут есть. Вот у нас. Наташа, вот ты появилась у меня здесь уже в камере. Значит, вместе с Артемом. Артемушка. Нет, сын Артем. Какие мысли у тебя возникают, глядя на молодую поросль? Я очень счастлива за него. Я прослушала все. Артем, ты живешь давно в Америке? Он полгода в Америке, до этого в Чехии жил. А, полгода. Боже. Да. То есть ты счастлив сюда приехал? Да. Можно сказать, что да. В Чехии, например, прожил просто три года сам. И вот уже сейчас я приехал вместе с родителями в Нью-Йорк, а теперь я вот приехал к вам уже сам, как бы, начинать что-то сам. Я очень рада. Ты хочешь, мальчика, у тебя на канале тоже поинтервьюировать? Ну, нет. А у тебя есть такое, что ты интервьюируешь людей? Нет. А, ты просто сама, сама рассказываешь. Да. Ну, иногда. Вот я хочу девочек расснять, с которыми я живу. Да. Ну, я тебе скажу так. Есть два жанра таких. Первый жанр показывает красивых девочек. Вот. А второй жанр... А второй красивых мальчиков, да? Очень мальчиков, молоденьких. Очень молоденьких, очень молоденьких, хороших, красивых. Девочек участвует себе красиво. Ему сейчас может быть прямо сразу. Может, и не надо. Пусть сначала работу найдется. Они вместе могут учить. Конечно. Да. И практиковать. Подождите, а план какой? Вы поучитесь и на работу в Нью-Йорке, или куда-то здесь? А почему, может быть, и здесь останусь? Смотря, я буду все зависеть от предложения. Конечно. Ну, вы как бы открыты к тому, чтобы... Он же как птица. В Чикаго, в Майами. Да, вообще. Ходите в Майами. Там мало то, что пляж, там девчонки все полураздетые. Миша, он как птица сейчас. Я правильно говорю, там все полураздетые? Конечно. Ну, как птица полетел, все остается. Я самое выгодное предложение туда и приезжу. Конечно. Конечно. В смысле денег? Ну, и не только. Локации, где находится, например, город какое-то, где это, что-то. Там, где выгодное предложение, там можно угнездиться и все уже делать. Так, хорошо. А вы знаете, где проживать будете? Да. Где? В первое время я знаю, где буду проживать. А где будете, расскажите. Ну, я буду снимать комнату. У нас тут? Да. А у вас уже есть комната или вы еще не знаете? Есть. На несколько дней есть комната. Ой, расскажите, расскажите, кто это. Ну, есть такое приложение, Airbnb. Да. В AppStory. Да. Я зашел на него, я долго искал и нашел в MotionView, недалеко от Лос-Анклса, комнату за 40 долларов за день. Супер. В день? Да. Это недорого, это недорого. Но, может быть, я... Прямо отдельную комнату или койку? Взял я койку. Койку. Ну, хорошо. На самом деле, есть несколько предложений, других тоже. Конечно. Поэтому, вы пока туда езжайте, мы вас отвезем, да? Ну, это хорошо, чтобы меня отвезете. А то... Слишком не пойдешь. Далековато будет. Завтра начнутся занятия. Вы познакомитесь еще с большим количеством ребят. Ну... И, может быть, с ними сгруппируетесь вместе, там, квартирку возьмете и так далее. Ну, что же, давайте мы двинемся в сторону... Удачи! ...автомобиля, который... Я тоже, я начинаю учиться завтра. Вы наши видео смотрите или только мама? Некоторые видео смотрю. В общем, у нас есть такой автомобиль. Ну, это, собственно, я на нем держу. Ну, я знаю. Называется... Кнопочку нажимать. Называется... Бедные люди, которые включают эту кнопку. Иммигрантомобиль. Почему? Ну, не знаю. Они всегда такие, они как бы... Первый раз об этом слышат. Ну, да. Который первый раз. Да. Ну, вы будете кнопочку нажимать? Ну, естественно. Тогда пошли за кнопочкой. Это же на удачу. Крыша мира. Крыша мира. Крыша аэропорта Сан-Франциско. И мы сейчас приближаемся к нашему автомобилю. Вот, я не знаю, вам интересно или нет. Видите, у меня там крепеж всякий. Один крепеж, другой крепеж. Вот для одной камеры, для другой камеры. Страшное дело. Мы видим, друзья, загрузку чемодана в эмигрантовоз, эмигрантомобиль. И молодой человек, который смотрел наши видео, значит, знает про кнопочку, которую надо нажимать. А вы, я напоминаю тем, кто не знает, у нас с Наташиного канала сейчас много народу подошло. Там уже, наверное, пару сотен новых подписчиков. И вот, ребята, вот эта кнопочка, вот эта кнопочка, да, да, вот эта кнопочка. Нажатием на кнопочку, Артем и все остальные люди, их много прошло через нас. Значит, закрывают дверь в прошлую жизнь и, постойте, и начинают путь в новую жизнь. Наталья, вы исполняете роль группы поддержки. Значит, когда он нажмет на кнопочку, значит, вы до момента закрытия кричите ура и прыгаете. Хорошо. Все, пошли. Значит, три. Ну, давайте. Раз, два, три. И прыгаем, и прыгаем. Артемка, Артемка будет мчиться у нас. Вот. Отлично.